Касамжомар Тукаев совершил облет затопленных территорий Североказахстанской области. Глава государства находится в регионе с рабочей поездкой. Напомню, ранее там объявили режим ЧС сразу в нескольких районах. Из опасных зон эвакуировано свыше 10 тысяч человек. Противопаводковые мероприятия продолжаются. Параллельно ведется работа по восстановлению инфраструктуры и работает также комиссия по оценке материального ущерба. Президент сегодня лично встретился с местным населением. Подробнее расскажет наш корреспондент Дельнас Думанкозе. Североказахстанская область – один из регионов наиболее пострадавших от паводков. Режим ЧС там сейчас действует в шести населённых пунктах. Волна паводка проходит по районам Кызылжар, Есиль, Шалакына и города Петропавлска. Потоплены более двух тысяч жилых домов, эвакуировано свыше 10 тысяч человек. Часть из них сейчас находится в эвакопунктах региона. Президент заверил, государство примет все необходимые меры, чтобы помочь пострадавшим от наводнений. Мы сейчас переживаем все. Это общенациональное бедствие. Но, с другой стороны, положительные признаки уже налицо. Вода постепенно уходит. Я думаю, что ближайшие 10 дней будут самыми критическими. Но уже сейчас мы думаем и принимаем меры по реконструкции всей страны и ликвидации последствий бедствия. Как я уже говорил, правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы. Глава государства пообещал всем пострадавшим назначить единовременную выплату. А после оценки комиссии населению выплатят компенсацию за учерпимущество. Тем, чьи дома не подлежат восстановлению, построят новое жилье и подведут всю необходимую инфраструктуру, заверил президент. Не оставят без внимания и бизнесменов. Кроме того, пострадавшим предоставят от строчки, по кредитам и займам, по словам Касымжу Марта Тукаева, чтобы сэкономить бюджетные деньги в стране, откажутся от имиджевых и других затратных мероприятий. Я отменил крупный международный форум с тем, чтобы сэкономить финансовые средства. Кроме того, мы сократим расходы, бюджет всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, это всемирные игры, но бюджет будет значительно сокращен. Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во всемирной выставке в Токио. Также сегодня глава государства осмотрел Петропавловский гидроузел. Это главный регулятор уровня воды в реке Есиль. По словам Акима области, паводки образовались из-за стока Талых вод и ее прихода из Акмолинской области. Осложнили ситуацию ледяные заторы, которые вызвали резкое повышение уровня воды. Это и привело к разрешению инфраструктуры и подтоплению населенных пунктов, находящихся в пойме реки Есиль. Все воды по Павлом прошли. Остается сегодня, после действия водоохранения, это притоки главный Калутон, Жабай, Терсакан. И вот оттуда, вот эти 38-й населенных пунктов до Петропавловского. Организация работы по гуманитарной помощи, она осуществляется сегодня волонтерами. 300 тонн гуманитарной помощи пришло. В госслужащих, только общественники, неравнодушные лиги распределяют эту гуманитарную помощь по районам. Отмечу, в ликвидации чрезвычайной ситуации в СКО задействовано 700 военнослужащих и 33 единицы техники. Все силы сосредоточены на оборудовании дамп и их укреплении. Для отслеживания обстановки в режиме реального времени используют беспилотники и аэровизуальный мониторинг. Сегодня по решению министра обороны прибывают плавательные и транспортные средства и личный состав для оказания в содействии восстановления электроэнергии на насосной станции. Оборудованы и приплены на протяжении более 15 километров дамбы. Заготовлены более 100 тысяч мешков с грунтами. Они уже уложены. В штатных режимах держима с людей. Сегодня оба водохранилища работают согласно штатному расписанию. Каждый день уровень воды на Сергеевском водохранилище уменьшается, а на Петропавловском наблюдается пик. Вот уже пять часов стоит на одном уровне. Ожидаем, что в течение недели ситуация стабилизируется. В завершении рабочей поездки в СКО Касымжимар Тукаев встретился со спасателями, волонтёрами и бизнесменами, оказывающими помощь пострадавшим от наводнения. Президент отметил высокую сплочённость жителей региона во время чрезвычайной ситуации и выразил благодарность всем гражданам, вовлечённым в борьбу с природной стихией. Дельнас Думанказа, Бахатбек Нуртаев, при поддержке телерадиокомплекса президента, Хабар.